الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدًا أبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد за звالين الله سبحانه وتعالى продолжаем чтение благодатных حديثов посланника الله صلى الله عليه وسلم تمام 42 حديث 42 حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عندما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس في القسم فعطل أقراب نحابسن مئتن من الإبل ابن مسعود говорит что в день حنين то есть когда было после битвы при حنين когда то есть мусульмане захватили то есть много было у них как называется трофеев посланник когда делил эти трофеи он дал кому-то определенным людям более чем больше чем других как например أقراب نحابس أقراب نحابس он дал ему 100 верблюдов وعطا ويينة بن حسن أو حسن точнее مثل ذلك и также ويينة بن حسن ему дал он столько же وعطا ناسن من أشراف العرب وآثرهم يوم اذن في القسم и он дал то есть из таких благих каких-то то есть либо же вожаков племен или же каких-то то есть видных лиц и так далее то есть им дал он больше чем дал другим то есть это те люди которые только-только приняли ислам и они имеют какой-то вес хорошо то есть или же какое-то положение в своем народе им он дал посланник алисаца много то есть другим же близким сподвижникам которые уже для которых это далеко не первая битва потому что حنين после какой-то битвы было сразу после Фатих Макка после захвата Мекки tamam فقال رجل и один из людей сказал وَاللَّهِ إِنَّ هَذْهِ قِسْمَةٌ مَعُدِلَ فِيهَا клянусь Всевышним Аллахом вот эта дележка имущества в ней нету справедливости кто этот человек кто это был как абдулла бн-уба ибн-усалюль не застал провокали абдулла бн-уба ибн-усалюль я думаю абдулла бн-усаба сказал нет не он известный человек لا إلا الله предок всех хавариджи самый первый кто что высказался вот таким образом то есть правителю посланнику Аллаха на тот момент и он сказал в этом делении не было справедливости сказал это еще хуже и он не желал этим то есть или же посредством вот этого раздела имущества не было то есть не было путем или же то есть этим самым никто не желал лика Аллаха то есть как будто бы что посланник алейх салалюль сказал это не искренне как будто бы посланник алейх салалюль раздал хорошо каким-то под своим прихотям в Аллаху ибн-усалюль тогда сказал когда я услышал я сказал я непременно расскажу об этих словах посланнику Аллаха саллалюль как ты смеешь такие вещи говорить я пришел к нему я пришел и же Сказал посланнику Али Салату Ассалам, говорит, хорошо, то есть говорит, что посланника Али Салату Ассалам лицо настолько изменилось, что оно покраснело, то есть как красного цвета краска была, то есть полно, как будто его перекрасили в красный цвет. Сумма кали тогда посланник Али Салату Ассалам, сказал, говорит, кто может быть справедлив, если не справедлив Аллах, его посланник. Или же посланник Али Салату Ассалам в другой версии этого хадиса сказал, То есть, мне доверяет Всевышний Аллах, смотри, не доверяешь ты. Говорит в другой версии Ты, говорит, в страшном убытке, если я несправедлив. То есть, если твой пророк и посланник несправедлив, то кто будет вообще справедлив? Затем сказал, что Говорит, да смилуется Аллах над Мусой. Ведь поистине ему досаждали его близкие намного больше, но он все равно проявлял терпение факульту Говорит, то есть, этот хадис передал, как называется? Хадис передал имам Аль-Бухари Муслим. И Абдулла Абнумасуд сказал, что после этого я больше не хотел ему рассказывать о таком. Видно было, что посланнику Али Салату Салам было это неприятно слышать. Шейх Ибн Убаз комментирует все эти, то есть, последние четыре хадиса, которые мы читали. Говорит То есть, эти четыре хадиса, как и те хадисы, которые мы говорили о них до этого, все они указывают на обязательства или же обязательность терпения и то, что нужно обязательно следовать за теми благими людьми, которые жили до нас. И то есть, и проявлять терпение по отношению к каким-то бедам, которые постигают людей. Поэтому, то есть, это обитель, в которой мы с вами находимся, мирская обитель, временная обитель. Это все, что, то есть, экзамены, проверка. Все, что, то есть, все то, чем заниматься люди будут здесь, это что они будут, то есть, проверены Всевышним Аллахом. Аллах, Субханаху Ата'але, сказал Говорит Аллах, Субханаху Ата'але, то есть, чтобы было у человека время, когда он не был вообще ничем, не было тебя абсолютно, и тут ты появился. И говорит, затем Аллах, Субханаху Ата'але, мы создали человека из жидкости для того, чтобы, то есть, проверить его, для того, чтобы испытать его. Также Аллах, Субханаху Ата'але, сказал Чтобы проверить, чьи деяния из вас будут лучше. Также Аллах, Субханаху Ата'але, сказал Для того, чтобы проверить вас, то есть, испытать вас, чьи деяния будут лучше из вас. Также Аллах, Субханаху Ата'але, сказал Тот, кто, то есть, Аллах, Субханаху Ата'але, он тот, кто создал смерть и жизнь, для того, чтобы проверить, чьи же деяния из вас будут лучше. И поэтому, то есть, этот мир, как мы и сказали, это мир, то есть, проверки, испытаний. Здесь все, то есть, будет испытание. Поэтому тот, кто будет сражаться со своей душой, проявлять усердие, то есть, на пути Всевышнего Аллаха, Субханаху Ата'але, проявлять терпение и будет выполнять право своего Господа и также права людей, и будет останавливаться, то есть, у границ, начертанных Аллахом, Субханаху Ата'але, то есть, запрещенного, имеется, будет остерегаться, то такой человек хорошо, то есть, у него будет прекрасный итог, у него будет похвальный итог. То есть, и такой будет спасен, и таком будет счастье в судный день. А тот же человек, который не будет проявлять терпение, который будет, то есть, возвращаться к своим страстям, к шайтану, будет подчиняться шайтану, такой человек будет очень сильно опечален, и такой человек, Субханаху Ата'але, будет в страшном убытке. Поэтому в первом из этих четырех хадисов, которые мы сейчас разбираем с вами, пророк, Субханаху Ата'але, сказал, тот, кому Аллах пожелает блага, он непременно испытает его. Говорит, то есть, либо же, что его беды будут постигать, шейх Абн-Убаз, комментируя этот хадис, говорит, что либо же его постигнет беда в его теле, или же, то есть, в его имуществе, или же в его близких, и так далее, или же что-то другое. Поэтому, то есть, если, то есть, неважно, что бы с ним ни случилось, то есть, такой человек, если будет проявлять терпение, он у Аллаха, Субханаху Ата'але, получит высокую степень и великую награду, и будут прощены ему его грехи. И об этом, Субханаху Ата'але, упомянул в Куране. В каких аятах? То есть, вот этот смысл пришел. Еще. То есть, Аллах, Субханаху Ата'але, говорит, мы непременно испытаем вас чем? То есть, вас коснется какая-то беда в вас самих, в вашем имуществе, в ваших семьях, там, близких потеряете, и так далее, и так далее. Так обрадуй же, то есть, благая весть для кого? Для терпеливого, для проявляющих терпение. Которые, если их постигает что-то из подобного, они что? То есть, проявляют терпение и говорят, поистине, все мы принадлежим Аллаху, и к Нему надлежит наше возвращение. То есть, что бы ни случилось, какая разница? Я принадлежу Аллаху, Субханаху Ата'але, так или не так? То есть, в любом случае, то есть, это принадлежит Аллаху, Субханаху Ата'але, это тело, это душа, и так далее. И к Нему я в любом случае вернусь, какая разница, сегодня, завтра, и так далее. Все мы вернемся к Аллаху, Субханаху Ата'але. Такие, говорит Аллаху, Субханаху Ата'але, им, то есть, для них будут благословения от их Господа, и такие действительно являются ведомыми прямым путем. Тот, кому Аллаху, Субханаху Ата'але, желает блага, хорошо, то есть, Аллаху, Субханаху Ата'але, будет испытывать его. Говорит, что, то есть, испытает его таким образом, либо болезнью, или же какой-то другой бедой, которая приключится с ним, чтобы увеличить его степень, чтобы просились его грехи, чтобы увеличилась его награда. Поэтому пророк, Алейсалату Ассалам, сказал в достоверном хадисе поистине величие награды с величием испытания. То есть, чем больше испытания, тем больше твоя награда. Но здесь нужно обязательно понимать, что в данном случае подразумевается испытание, не которое ты сам себе придумал, не которое ты сам себе придумал, а которое приключилось, то есть, случилось с тобой что-то. То есть, сегодня человек говорит, я хочу большую награду, и поэтому что? Отправлюсь в Мекку пешком. Мы говорим, зачем? У тебя денег нет? Нет, есть. Даже, может быть, пешком будет дороже отправиться, ему чем взять билет на самолет, и так далее. Зачем ты где? Чтобы моя награда была больше. Мы говорим тебе то, что сказал посланник Алейсалату Ассалам, когда увидел людей, которые дали обет, что они привяжут друг друга, и будут таким образом хадж совершать. Что сказал посланник Алейсалату Ассалам? То есть, уберите эту веревку, хорошо, и закончите свой хадж. Инна Аллах ганьюнан, азаби гадда, утаавиби гадда, и так далее. То есть, как сказал посланник Алейсал, посланник Алейсал, не нуждается в том, чтобы издеваться над ним. Зачем? То есть, зачем ты самоистязанием занимаешься? Что это такое? Тебе не обязал этим Аллах, не повелел тебе это Всевышний Аллах, не повелел тебе это посланник Алейсалату Ассалам. Но если вдруг, например, человек отправлялся, например, и у него машина посередине дороги сломалась, но он боится, что хадж, то есть, минует его, он не успеет, и он либо на попутках, либо даже пешком, да хоть на велосипеде, хоть на чем отправился, такой получит награду или нет? Такой получит огромную награду. Инна Айзам аль-джазайма, айзам аль-баля, то есть, хорошо, что величина твоей награды будет по величине испытаний. Человек, например, что? Не получилось у него найти, он все сделал, все оплатил, там у него, как хамля, как по-русски называется, то есть, у него какая-то группа на хадж, и так далее, все есть, но вот пришли какие-то люди, и так далее, или же у них, то есть, сломалась, например, палатка или еще что-то, и он все это время под солнцем, например, и ему тяжело, он и пить хочет, и кушать хочет, у него может нормально кушать, нет, и так далее, но он проявляет терпение. Что мы скажем, что я говорю, награды этого человека будет намного больше, но если он специально вышел Арафа в день, Арафа говорит, что, чтобы моя награда была больше, чтобы мне Аллах, субханалля, точно ответил на мои дуа, я пойду и под солнцем встану, все в тенек, кто-то с зонтиком, и так далее стоит, а я пойду, еще и на гору залезу, на вершину горы залезу, и чтобы я ближе был к Аллаху, субханалля, и кричать буду. Человек хорошо, то есть, ничего не получит, кроме, либо, то есть, он вообще за нововведение получит себе, то есть, грех атамам, самое тяжелое испытание всегда бывает у пророков, затем у самых лучших, затем у самых лучших. Поэтому сподвижники боялись, когда их не постигали никакие испытания, то есть, если у тебя все хорошо. Поэтому, когда человек пришел к пророку Али Салату Салам, сказал, что, клянусь Аллах, никогда у меня в жизни голова не болела, я ничего не чувствовал из того, что вы говорите. Когда он ушел, посланник Али Салату Салам сказал, если вы хотите увидеть обитателя огня, то посмотрите на этого человека. То есть, Аллаху, зачем тебя испытывать, какой смысл? Кто знает? Как сказал, если я не ошибаюсь, в своем стихе сказал, что, что если кто-то постоянно в униженном положении проходит, ему, то есть, эти унижения ему не даются, то есть, ничего тяжелого для него не унивает. Почему? Говорит, потому что, как бы ты ни ранил труп, ему уже, то есть, он не будет чувствовать. То есть, если человек умер, он уже не будет ничего, ничего чувствовать, Аллаху, поэтому зачем тебе издеваться над тем, или же, то есть, какое-то испытание посылать тому, который и так, и так будет во гневу, Аллаху, Аллаху, как, то есть, в качестве фитны, искушение для вас. Поэтому вы не думайте, что человек, который проживает в бедности, он испытан, а тот, кто богат, он не испытан. Нет. И Аллаху, аллим, чего испытание тяжелее? Аллаху, аллим, чего испытание тяжелее? Часто ты видишь, что богатые бывают изнеженные, оставляют многие из поклонений Всевышнего Аллаха, оставляют много желательных дел и так далее, ведь у него есть деньги, он хорошо живет и так далее. Это испытание, это испытание. Поэтому посланник, Аллаху, сказал, что самая первая группа людей, которая зайдет в рай, это кто? Не просто бедный, а кто? Да, это то есть, толпа людей, из кого? Из бедняков, мухаджиров, переселенцев, с посланником, Аллаху, салям. Или же в другой версии, то есть этого хадиса, то есть этого хадиса, то есть самые тяжелые испытания бывают всегда у пророков, затем у праведников, затем у лучших и лучших и так далее. Второй хадис посланника, Аллаху, салям, говорил, то есть который мы с вами на прошлом уроке разбирали, то есть пусть никто из вас непременно не желает себе смерти из-за того, что его коснулась какая-то беда, то есть если же он уже не может терпеть эти испытания, которые коснулись его и так далее, то пусть он скажет следующие слова, фальякуль, Аллахума ахйни ма канатил хаяту хайран ли, вата вафани, иذا канатил вафату хайран ли, О Аллах, даруй мне жизнь, или же оживи меня настолько, насколько мне будет блага в этой жизни, и умертви меня, если же уже блага в этом нет. говорит, то есть говорит, что в этом хадисе посланник, алейси салату ассалату ассалам, запрещает мусульманину, чтобы он желал себе смерти, по причине того, что его коснулась какая-то беда, болезнь и так далее. То есть во втором хадисе говорит, что Также говорит в другом хадисе, то есть который передал Мам Ахмад, говорит, шейх Ибн Баз, что пусть никто из вас не желает себе смерти, и не просит Аллах, чтобы он его умертвил, говорит, то есть пока не придет к нему сама смерть предопределенная, кроме как, если он уверен в своих деяниях, то есть если ты уверен, что все халас, то есть я уже, все, хватит мне столько, Аллах, забирай меня, я уже все сделал, тогда, как говорится, б explicar, потому что если человек умрет, все его деяния оборвутся, больше уже никаких деяний не будет, и никогда не будет добавлено в твоей жизни, то есть ты не вернешься обратно. Хорошо, то есть когда сказала Аллах, что человек будет говорить, О Аллах, верни меня, Оллах, верни меня. Так же, то есть это всего лишь слово, о которой он говорит, а затем что? То есть его ждет уже барзах, его ждет уже затем наказание и так далее. Просим Аллах, Субханна, уберечь нас от всего плохого. Поэтому никто никогда не вернется сюда на этот свет после того, как потеряет уже связь с ним. Поэтому посланник сказал, что человек, когда умирает, то есть, что его все деяния обрываются, остаются только три вещи. Это что? Это, во-первых, то есть, это три вещи. Три вещи. Либо же знания, которые он оставил, и люди с него получают после даже его смерти. Книги, например, когда умер. 600. Дальше. Каждый из своего ведра вылил. В каком году? Не знаешь? Нам и я знаю. В 676 году. В 676 году умер. То есть, уже сколько лет прошло? Как минимум, столько же, еще больше прошло. Так или не так? И с тех пор люди получают люди получают великую пользу с его книг. И поэтому это иншалаталь. Мы надеемся, что Аллах возвращает все, и все даже этот межлис будет в его, то есть, в списке его благих дел. Иншалаталь. Или же садакаджари. То есть, человек, например, в мечети, например, не было воды. Например, он провел туда воду. Хорошо. То есть, или же в мечети было, то есть, например, крыша упала, или же обвалилась, или же протекала из-за дождя. Человек починил ее, там, и так далее. Это садакаджари. Каждый раз люди будут там Или же построил мечеть, или же отправил студента, чтобы он учился, например. Или же своего ребенка даже обучил, обучил чему-то и так далее. То есть это все, что это также является садахаджари, это также является садахаджари. Купил студенту книгу, например, какую-нибудь и так далее. То есть все это, что после даже смерти этого человека люди будут получать. Или же библиотеку построил, например, шариатских книг полезных в местности, где нет этого. Хорошо, то есть люди могут приходить туда, получать знания и так далее и тому подобное. То есть это все является благом, которое возвращается к человеку даже после смерти. И третье, это что? Это праведный ребенок, который просит за своего родителя. Поэтому здесь, во-первых, у нас указание на то, что человек должен просить за своих родителей. Очень часто ты слышишь от людей, у меня говорит, отец умер, можно мне от его имени раскопать колодец в Африке? Или же можно мне от его имени мечеть построить? Брат, делай дуа за него. Или же умру хочу за него совершить, хадж хочу совершить. Прекрасное дело, дуа за него делай. Почему вот это отношение к дуа? В то время, как Всевышний Аллах, в каком аяте сказал умру делать за своего родителя? В каком? Хадж. Садака за него давать. Где сказал Аллах? Где ты сказал? Но за то, что сказал Всевышний Аллах? И говори, о, раб Аллаха, говори ты, о, Господь мой, помилуй моих родителей, ведь они растили меня, когда я был маленький. То есть, Аллах, субханда, повелел тебе делать дуа за них. В этом хадисе посланник, алей салат, не сказал, валья дин салиха, не атомиру ан, я хаджу ан, я тасаддаку ан. То есть, праведный ребенок, который будет за него хадж делать умру. Ни в коем случае никто не говорит, что это плохо. Хадж умру, если у тебя есть возможности. Конечно, лучше, чтобы ты для себя это делал. В любом случае, ты и твое имущество, все принадлежит твоему отцу. Оно в любом случае, если у тебя были родители, мусульмане, которые призывали к тебя к благому и так далее, и ты будешь сам совершать умру, сам совершать хадж, Аллах, субханда, непременно их наградит за то, что ты совершаешь эти благие дела, а ты их ребенок, они тебя научили. Поэтому посланник Али Саратусам говорит о том, кто заучил Кур'ан, изучал его, обучал других и так далее, что его родителям будет надета корона из света в судный день, так или не так. Почему? Что его ребенок это, то есть из-за деяний его ребенка. Но вместе с этим горы благих дел, как пришло в других хадисах, почему родители получат? По причине дуа, это дуа твоего ребенка, то есть во всех этих самых говорится дуа. И человек относится, потому что вырос либо в Советском Союзе, либо в обществе неверующих, он относится, ну дуа, ну хорошо, дуа сделаю, еще что-то хочется. А сколько ты, еще дуа делай, еще больше. Возьми посреди ночи, проснись и не для себя новую машину, новые деньги там и так далее, проси жену себе покрасивее. Попроси для своего родителя, которого уже нет, который уже не может ничего благого сделать. Он уже лежит, хорошо, то есть уже давно стал едой для червей. Попроси Всевышнего Аллаха, субханда, чтобы он простил его грехи. Попроси Всевышнего Аллаха, субханда, чтобы он укрепил его стопы в судный день. Чтобы Аллах, субханда, увеличил его награду, чтобы Аллах, субханда, тебя и его объединил с пророком, в высших раях Фердауса. И постоянно, постоянно проси, проси за свою мать. Не будь жадным, проси за деда своего, прадеда и так далее, и так далее. То есть если они были мусульманами. Но нет, человеку нужно сделать что-то, что он может вот так взять, и сейчас особенно сфотографировать, и в рамочку поставить. Я сделал. Как будто бы твое дуа Аллах, субханда, потеряет и не узнает. Субханаллах. Аллах, субханда, не теряет, то есть у Аллаха, субханда, не будет потеряна награда верующих. Поэтому, субханда, это очень и очень важные вещи, на которые человек не обращает внимания. Также здесь указано то, что человек должен жениться и как можно больше, и рожать больше детей. Посланник Али Салату Ассалам сказал, Та каферу, Та насалю. То есть женитесь, и что? И то есть плодитесь хорошо, чтобы у вас было много-много детей. Потому что посланник Али Салату Ассалам сказал, Поясни, я буду хвастаться большим количеством своей общины в судный день. Чем больше у тебя детей, тем больше за тебя будут дуа делать, так или не так. То есть тем больше будет благих деяний на твоем счетчике и так далее, на чаши твоих весов. Поэтому жизнь верующего, Шейх Абн-Убаз говорит, очень важная польза. Жизнь верующего, она является благом. То есть для верующего человека, для праведного верующего человека, жизнь является только благом. Ведь каждый день у него либо записанные награды, либо стертые грехи. Или же какие-то праведные деяния он совершает. И разные другие виды блага, которые его касаются. Истигфар просит у Аллаха с.п. на прощения, узикруллах, садака, то есть поминает Аллах с.п. на садаком, то есть милости не удает на пути Аллаха с.п. на. И поэтому жизнь верующего, она бесценна. Она бесценна. Это великая милость Аллаха с.п. на садаком, поэтому верующий человек должен что? Совершать больше и больше блага. Не смерти себе мечтать, а радоваться, что Аллах с.п. до сих пор оживил тебя, чтобы ты еще больше и еще больше совершал блага. И чтобы он пользовался должным образом своей жизнью. И то есть не должен он просить у Аллаха с.п. на смерти для себя и желать ее и так далее. Ведь иногда, то есть или же бывает так, что жизнь человека лучше для него, так как он может заработать больше наград, отдалиться от грехов. Говорит, а если же он уже не может? И что, то есть вынужден просить у Аллаха с.п. на садаком, то есть как пришло посланник Алия с.п. на садаком, он сказал, что придет такое время, что человек будет смотреть на могилу и будет говорить, я лейтанимакана, ой, если бы я был на твоем месте. То есть ты умер, я бы хотел быть на твоем месте. Лучше бы ты жил, а я бы сейчас умер. Но это из-за чего? Из-за распространения фитан. Когда ты посланник Алия с.п. сказал, говорит, что придет такое время, что человек засыпает ночью верующим, просыпается неверующим. То есть имеется в виду, что вот вчера вечером я увидел, был наш брат с нами молился, утром я прихожу, его нет на фаджре, почему? Потому что он оставил религию Аллаха с.п. Или же наоборот, утром он с нами молился, вечером уже не пришел, почему? Потому что оставил религию Аллаха с.п. Потому что открыл свои уши для каждого крикуна и начал слушать, слушать и набрался сомнений. Набрал, как, например, Абдулла аль-Касыми. Абдулла аль-Касыми был в свое время великим ученым, то есть знал очень много, то есть и книги писал, Абдулла, Сарабейна, Аль-Ватаниет и Али-Ислам, по сей день прекрасная книга, субханалла, и вместе с этим оставил религию Аллаха с.п. в то время, как был защитником единобожия. Был защитником единобожия, и за тем, что настолько, субханалла, глупые вещи начал говорить, которые он сам, то есть опровергнуть его, это его же книги ему обратно прочитать. Ты сам, субханалла, это вчера говорил. Что ты сегодня за вздор такой говоришь? И начал хорошо, то есть атеистом стал, и так далее, и так далее. Поэтому, субханалла, страшно. И поэтому, когда человеку страшно, вот уже в таком положении, он не знает, кого слушать, кому обратиться, кому доверять, тогда, даже если он и просит, то пусть скажет, как говорит шейх Ибн Баз, Аллахума би альми кал гайба, ва кудрати калал халки, ахйинима алимта аль хаята хайран ли, вата вафани, иза алимта аль вафата хайран ли. О Аллах, я прошу тебя тем, что ты знаешь сокровенное, и ты знаешь, то есть и ты владеешь своим творением, или что всеми своими творениями, и ты, то есть, силен. То есть, оживи меня до тех пор, пока ты знаешь, что для меня от жизни моей будет польза, и умертви меня, если ты знаешь, что в жизни моей уже пользы не будет для меня. ФАРАД ДАЛЬ АМРА ИЛЯ Аллахи нам говорит, и поэтому ФАРУД ДАЛЬ АМРА ИЛЯ Аллах, то есть, хорошо, то есть, или же ФАРАД ДАЛЬ АМРА ИЛЯ Аллах, либо возвращай свое, то есть, это положение к Аллаху, Субхан Али. Аллах лучше знает, тебе нужно жить или же не нужно. Поэтому, если Аллах, Субхан Али, знает, что тебе дальше, то есть, ты только хуже, например, тебя приведет в огонь, Аллах, Субхан Али, заберет твою душу. Раньше, конечно, это все будет уже давно предписано в хранимость крижали, но ты не знаешь, что тебе предписано. Тебе велено что? Тебе велено совершать причины. А что касается того человека, который говорит «Аллахума амитни», «Аллахума аджиль маути», то есть «О Аллах, убертви меня», «О Аллах, приблизь мою смерть», «О Аллахума арехни мин гадид дуня», «О Аллах, дай мне отдохнуть от этого мира» и так далее. «Аллахума ашбаазали каля», то есть это недозволено, хорошо, что-то подобное. Говорит, «Ла якулю гадаль калям», не должен он говорить такие слова. Должен сказать, что, как пришло в хадисе, «Аллахума ахидни, ида канатил хайяту хайранли, наму амитни, аутавафани, точнее, ида канатил вафату хайранли, ярудду ламра и лилла». То есть должен говорить «О Аллах, дай мне жизнь, если в этой жизни есть польза, о Аллахума мертви меня, если в моей жизни пользы нет». То есть возвращает должен свое положение он ко Всевышнему Аллаху Субтитру. В третьем хадисе, во филхадисе, хадис Хабаб, то есть когда он уже был в тяжелом положении, когда он уже был в тяжелом положении, он сильно болел, то есть он уже несколько раз себе прижигание сделал, он сказал, какой хоком прижигание? Какой довод? И что там сказано? Где там довод? Не прижигают, это доводно. Они не делают прижигание. Разве это довод на то, что это нежелательно? Если мы возьмем только этот хадис, будет ближе к хараму, потому что все остальное. Посланник, алейх салата, сказал, что лечение в двух вещах. А. В хиджаме и в чем? И в прижигании. Что дальше сказал? Я запрещаю вам прижигание. В другом хадисе посланник, алейх салата, никто, то есть не позволяется никому наказывать огнем, кроме кого? Господа огня. Как на это все ответить? Почему вы говорите, что нежелательно? Все эти хадисы, наоборот, если бы указывали, указывали бы на запрет. То, что сподвижники делали. Сподвижники это делали. Несмотря на то, что это посланник, алейх салата запрещал. И даже в некоторых даже сказано, что то, что посланник, алейх салата не запрещал, не говорил, что нет ни в коем случае, или же нет какого-то наказания за это. То есть сказал, что не нужно это делать и так далее. Но если есть нужда, это посланник, алих салата, это свидетельство пророка, алейх салата, это что? является лечением и так далее. Но лучше оставлять, лучше его оставлять. Поэтому нельзя сказать, что это является запрещенным и так далее. И он сказал то есть когда Хаббаб, то есть после уже смерти посланника Али Саратусом и так далее, когда его постигла болезнь сильная, то есть он очень сильно болел, что даже при прижигание ему не помогало, то есть он прижигание делал, но все равно, то есть не получалось, и он сильно болел. И тогда он сказал, если бы посланник Аллаха, саллаллаху али салям, не запретил бы нам просить о смерти, я бы непременно уже попросил бы себе смерть. То есть не могу это терпеть. Не могу это терпеть. И он рассказывал, что посланник Али Саратусом как-то в один из дней находился в Мекке, то есть взяв свою накидку положил он ее под себя и прилег рядом с Каабой, в тени Каабы, хорошо прилег и сказал, говорит, мы ему сказали, то есть мы начали требовать у него посланник, почему ты не попросишь для нас, у Всевышнего Аллаха, то есть разве ты не видишь в каком мы положении, корешит, издеваются над нами, попроси Аллаха, о помощи и так далее, пророк, алейс-салату ассалам, мин шиддати ма асабам нам, и дзал мушрикин, и тогда пророк, алейс-салату ассалам, сказал, те, кто были до вас, что с ними случалось, посланник, алейс-салату ассалам, говорит, его наполовину закапывали, затем клали пилу на голову и на две части его разрубали, разрубали его на две части, и брали гребни из железа и снимали мясо, то есть заживо сдирали мясо с его костей, и вместе с этим они не отходили от своей религии, они придерживались своей религии. Мы говорили с вами на том уроке, когда разбирали отходить, что в принципе им нельзя было отказываться от своей религии, потому что дозволенность произносить слова куфра с убеждением ислама для того, чтобы спасти себя, это прерогатива этой общины. Аллах, субхану аль, дозволил, кроме того, кого заставили, в то время как его сердце переполнено, верой, как в истории, было Аммар Абну Ясира, радия Аллаху анхума, у аниссахаббати Аджмайин. То есть имеется в виду, что пророк, алей саляту Асалам, сказал, что те, кто были до вас, у них были намного тяжелее трудности, беды и так далее, постигали, чем вам. То есть имеется в виду, что проявляйте терпение, надейтесь на награду и не спешите. Затем посланник, алей саляту Асалам, сказал, Клянусь Всевышним Аллахом, Аллах непременно доведет это свое, то есть дело до конца. То есть поклялся здесь пророк, алей саляту Асалам, что Аллах доведет это дело до конца. Что клянусь Всевышним Аллахом, Аллах непременно доведет это свое дело до конца, что человек будет, то есть всадник будет отправляться из Сан-А, хорошо, столица Йемена сегодняшнего, там вам, то есть в Хадрамаут, север Йемена и так далее, то есть на юге Саудии то, что то есть будет отправляться туда и не будет бояться никого, кроме Всевышнего Аллах и будет бояться, что волк может забрать что-то из его баранов. То есть имеется в виду, что не будет каких-то разбойников и так далее, будет безопасность. Будет безопасность. То, что мы сказали. То есть так же даже женщина будет отправляться в Мекку, не боясь, не боясь никого, кроме Аллаха, потому что все будет в безопасности. То есть как пришло в некоторое место, что она будет с паланкином в паланкине отправляться куда-то и никого не боится. То есть представьте себе разбойники, которые грабили только так мужчин, которые с оружием, что они сделали бы, если одну женщину увидели, которая отправляется. В этом хадисе, естественно, нет указания на то, что дозволяется женщине отправляться в путь самой и так далее. Почему? Потому что это хикая. То есть здесь нет у нас повеления лишь дозволения. Пророк Алиса просто рассказывает, что будет. Пророк Алиса рассказывает, что такое будет, что такое время придет. И это уже было. Ведь ислам распространился во времена Умара и также во время Утмана и в других. То есть после этого. То есть сила и распространение ислама получила, то есть ислам, точнее, получил большое распространение и люди были в безопасности, страны были в безопасности. И люди толпами начали заходить в религию Аллаха. То есть ислам зашел в Миср, в Египет, в Шам, то есть место Шам это что это у нас? Иордания, Сирия, Палестина и так далее. То есть какой-то кусочек Ирака, Север, Саудит и так далее. Все это местность называлась Шамом. Ирак, то есть также Ирак и другие мусульманские страны, которые теперь стали мусульманскими. То есть много-много стран стало мусульманскими. То есть были уничтожены многие неверующие страны, хорошо ли лишь заблудшие неверующие страны, по причине того, что Аллах даровал верующим правдивость и также терпение в усердии на пути Аллах и в сражении на пути Аллах и в сражении Аллах. Говорит, что поэтому человек должен проявлять терпение, а Аллах повелел, что это положение дойдет хорошо до своего итога. Действительно, Аллах непременно закончит начальное. Аллах сказал, если вы будете поддерживать Всевышнего Аллах нужна наша поддержка или нет? На самом деле ты сам себя поддержишь, но имеется то, если ты будешь поддерживать религию распространять, защищать, как мы говорили с вами на некоторых уроках, что шейх говорил, поистине это религия у того, кто ее защищает, кто ее защищает. И поэтому, если ты будешь защищать эту религию, то Аллах даст тебе поддержку и укрепить твои стопы, как Аллах пообещал об этом в Коране. Также Аллах сказал, является обязательным для нас помогать верующим, говорит Всевышний Аллах кто обязал его? Аллах кто обязал? Кто обязал Аллах? Сам Всевышний Аллах, разве кто-то может обязать Аллах? Сам Аллах сделал для себя это по своей милости и мудрости обязательно. Аллах говорит, поистине наше войско оно действительно будет хорошо, то есть обретет победу. То есть Аллах пообещал им поддержку и сдержал свое обещание, когда люди сдержали то, что должны перед Всевышним Аллахом. Поэтому, когда говорили одному из салевов, то есть Айна Насрулла, то есть где мы не видим поддержку Аллаху, Он сказал им, что То есть где те верующие, которые заслуживают эту поддержку от Аллаху, посмотри, люди в нововведениях, люди в ширке, в куфре и так далее, и ты говоришь, что им Аллах какую-то поддержку даст. Также Аллах сказал То есть Аллах непременно окажет поддержку тем, которые оказывают поддержку его религии, ему и так далее. Поистине Аллах то есть сильный и великий. Кто же это такие? Что это за верующие такие? Это те, которым, если мы дадим поддержку и они захватят, то есть у них будет земля своя мусульманская и так далее, они что будут выстаивать молитву, выплачивать закат, приказывать одобряемо, запрещать порицаемо. И посмотрите на вот эти джамааты, секты какие-то, которые сражаются сегодня под именем ислама и так далее. Они захватывают страны. Первое, что они делают, после этого, что между собой начинают лить кровь за стул. Они желают стул. Поэтому многие ученые сказали, что если ты видишь, что в какой-то стране сражение и так далее, но сражается группировка, которая известна, как Ихван и Мусульмин и так далее, те, которые что, не желают этим лико Аллаху, они желают стул получить, они хотят сесть крепко на стул и хорошо, то есть, с этого стула, как говорится, вещать, то ни в коем случае не позволяется тебе участвовать этому, раба Аллах. Как ты, воюешь на пути чего-то стула, чтобы кто-то получил трон, нам это не нужно. Мы, если воюем, хорошо, мы воюем ради Всевышнего Аллаха, субхану, литакуна, калимату Аллахи, хи ль улья, чтобы слово Аллах, субхану, оно было над всеми. Поэтому, как только эта земля будет захвачена, да, будет правитель, в первую очередь, которому мы присягнем, и он что, должен? Выстаивать молитву, выплачивать закат, приказывать, одобряемо, запрещать, порицаемо, и это распространять среди людей. Ва Аллаху, маста. Также, Аллах, субхану, сказал, Поистине, то есть, мы уже пообещали, или же, опередило наше слово нашим посланникам, или же мы уже сказали нашим посланникам, рабам, что поистине, им будет оказана поддержка, и поистине, наше войско, оно действительно одержит победу. Говорит, поэтому, если верующие будут на прямом пути, придерживаться прямоты, истину, будут придерживаться пути посланника Аллаха, и будут оказывать поддержку религии Аллаха, не будут оказывать поддержку своей секте, как в свое время были некоторые правители, которые пытались распространить, что? Ат-Тамаш'ор, то есть, Аш'арию пытались распространить. Эти люди не распространяют ислам, они распространяют свои скверные убеждения, они распространяют свои скверные убеждения, и так далее, то есть, другие, хорошо, которые желали определенного, то есть, определенного строя, как были в свое время муатазилиты, и так далее, и так далее, и тому подобное. И только ты видишь те, которые сражались на пути Аллах, чтобы возвеличить слово Аллах, чтобы Кур'ан и Сунна, книга Аллаха, Сунна, посланник Али и Сааса, в понимании праведных предшественников, это было главенствующим во всей земле мусульман, только им Аллах оказывал поддержку таким образом, которая длилась долго-долго. Аллаху мустаан. И в таком случае Аллах давал им поддержку против их врагов, то есть их страны были, что в безопасности Аллах давал им много-много ризка, и они не нуждались ни в чем. И когда они изменяются, сами изменяются, тогда Аллах меняет им. Поэтому Аллах сказал, Аллах не меняет положение людей, пока они сами не изменят свое положение. То есть представьте себе, какая это местность, которая построена на единобожии. Только и делают, что призывают к единобожию приказы, удобряемо запрещают, порицаемо и все люди на этом. Валлахи, такие люди будут в безопасности. Валлахи, такие люди будут, что в прекрасном благоденстве и так далее. Даже если будут испытаны чем-то из бедности и так далее, это будет только временно. Аллах, субхану алина, непременно откроет им, подобно тому, как было открыто посланнику Алии Сарату с подвижником и так далее. Они в свое время камни, хорошо, то есть привязывали к своим желудкам, чтобы не чувствовать голод, а затем, что, как говорил Абу Галейра, достав платок из льна, льняной платок, субхану алина, на то время, представьте себе, ткань лен еще сколько стоила. Он взял и что, высморкался в нее, потом посмотрел и сказал, бах, 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 бах на арабском, как на Кавказе, вах, вах, говорят, хорошо. То есть вот это да, вот это да, говорит. Посмотрите на Абу Гурейру, говорит. Клянусь Аллахом, я помню, говорит, что я, говорит, от голода в обморок падал, и на меня люди вот так ногу клали, и мне Айтуль Курси читали, или же Куран читали, боясь, что я, то есть, что я уже, то есть, одержимый какой-то и так далее, а я, говорит, неодержимый, я просто от голода, я уже не могу, субхану алина. И сейчас, говорит, что в льняной этот самый высмаркиваюсь, хорошо, то есть убираю этот льняной платок. Аллах, субхану алина, непременно откроет. Но как только они, что, опьянятся своим, то есть, величием и так далее, что у них все хорошо, оставят религию Всевышнего, Аллах, субхану алина, тогда что будет? Тогда они будут унижены. Как Аллах, субхану алина, сказал, то есть, что Аллах, субхану алина, унизит вас таким образом, что это унижение не спадет с вас, пока вы не вернетесь к повелению Аллах, субхану алина, к религии Аллах, субхану алина. Также то есть, как это случилось с теми, кто был до нас, то есть, таким образом, Аллах, субхану алина, никогда не меняет ту милость, или же не забирает ту милость, которую он дал кому-то, пока они сами не изменятся. То есть, если они сами стали скверными после того, как их предки были благими, то тогда что? Тогда Аллах, субхану алина, заберет эту милость. И поясни, Аллах, субхану алина, слышишь и знаешь, сегодня каждый, второй, каждый, третий народ считает, что самый прекрасный это их народ, самый прекрасный это их обычаи, самый лучший это их предки. Посмотри, наши предки, наши предки, наши предки, наши предки. Не важно, будь то арабы, будь то турки, будь то еще какие-то там кавказцы татары да в неважно хоть кто все себя мнят что мы шабула мухтар избраны всевышним аллах субханта ли народ там а если ты посмотришь о чем ты хвалишь ну хорошо это тетя только ума тонн от халят как аллах спорта для кого к собаку оля кума к собтом аллах спонтан скал это люди которые давно давно умерли они получат свое а ты будешь спрошен за свое то есть какой смысл был у тебя дед каким-то там полководцем ты кто сегодня разве это что-то тебе добавляет или нет добавляет абсолютно абсолютно мне отец признанный строитель ты мне сейчас дай построить чертеж планы вообще понятия не хорошо дед им конкретным полководцем был ну и что и где сейчас мои навыки по полководству аллаху муста это абсолютно тебе не как то есть это ты ты это как говорил али рады и лавану кима тульмар и маях сину то что цена человеку это то что он умеет делать должным образом если ты что-то умеешь делать можешь дед вот эта твоя цена а то что кто-то сделал и так далее но тебе абсолютно ничем ничем не поможет он лануста да то есть не проблема изучать даже если своего народа историю ты знаешь то есть не 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 фанатеть от этого не фанатеть очень часто многие народы возвращаясь возрождению языка своего народа традиции своего народа и тогда ли в ширку ходит поэтому ты видишь какой-то народ пытается возродить свой язык говорит что мы потеряли свой язык и что и начинают древние какие-то иероглифы что означает во времена ширка этого но когда этот народ был многобожниками поклонялись солнцу или еще чему-то они начинают что вот этот как называется символ означал это как-то даже называется как они вот эти петроглифы да да вот эти как ну в любом случае вот эти вот то есть знаки и так далее начинают их читать и так далее это означает зачем ты хочешь обратно ширик возродиться давай тогда он ватсуа я вот я рук нассор и так далее эти идолы тоже раскопаем для того чтобы узнать а ну-ка как жили те кто были до нас и ты далее субханаллах эти вещи которые нужно убрать да ты хорошо то есть изучай там свой если тебе ты боишься за свой родной язык и так далее и тому подобное тамам или жидком традиции какие-то если они противоречат исламу то совсем другой вопрос но фанатеть от этого это неправильно то есть если бы от чего-то фанатеть нужно арабский язык нужно было так переживать за арабский язык который не знаю сегодня большую часть мусульман чем за какой-то свой родной язык ты свой родной язык тебе не придаст ничего не приблизили тебя калах разработали не отдалит тебя от него но зато арабский язык приблизить тебя колса цветах ты узнаешь много нового хорошо и своей религии который то чего то не знал и то чего ты миллион раз изучить свой язык от начала до конца ты ничего то с ней не не приблизиться этим самым то есть в изучении религию 1 субханного ваторо вламそれは поэтому человек и то есть его деяние вот вот за что он будет спрошено они за то что делал его отец дед прадеды так далее и тому подобное. У многих из подвижников родители мушарики были. И что это им чем-то помогло? Разве это чем-то им помогло? Хатим Ат-Таи. Кто такой Хатим Ат-Таи? Хатим Ат-Таи. Антар. Ибн Шаддад. И так далее. Кто это такие? А, Хатим. Хатим Ат-Таи. Да, это отец Али ибн Хатима. Но известный Хатим чем? Говорят по сей день арабы, когда говорят, хотят похвалить кого-то, кто щедрый, когда кто щедрый, говорят Хатим. Этот человек Хатим. Потому что Хатим Ат-Таи был примером щедрости. Примером щедрости не было никого подобного ему. То есть даже рассказывается о нем, что он никогда не кушал один. Не мог кушать. Если один он не кушал, обязательно он должен был людей. Но вместе с этим, чего он желал этим? Он желал, чтобы среди людей он был известен в щедрости. Поэтому он получил от Аллаха то, что он желал. Но будет ли он, то есть получит ли он награду Аллаха? Смотри, нет. Как это пришло в ноги хадиса и протокол, про которого Аиша спросила и так далее. Каждый получит то, чего он желал. Поэтому тот человек, который оставил грехи, щирк, многобожие, куфр, неверие и оставил все это в пользу неведенобожия Всевышнего Аллаха. То, что он уединяет Аллах в поклонении. Подчиняется ему. Аллах Исправит его положение из унижения к величию. Умар что говорил? Говорит, поистине мы народ, который, Аллах возвеличил Ислам. Более того, он сказал, что поистине мы были самыми униженными среди людей. В то время, как курейшиты были далеко не самые униженные. Но Умар не видел в этом никакого величия, какое-то мирское. Что мы были униженными. Поклонялись друг другу. Убивали друг друга, Субхану. Поклонялись непонятно чему. Каким-то идолам и стуканам поклонялись. И поэтому, говорит, И поэтому, когда мы не будем искать величия в чем-то, непосредством чего возвеличил нас Аллах, Субхану. Аллах, Субхану, непременно нас унизит. Поэтому, посмотрите, мусульмане, как только начали смотреть на все исламское и так далее, как на что-то старинное, древнее и так далее, и опьянились тем, что он неверующий. Смотри, они телефоны создают, там ракеты делают, это делают, то делают. Они, Субхану, Аллах, Субхану, унизил. Ни ракеты ты не сделал, ни до них ты не дошел, ни свою религию, Субхану, не изучил. Ни на Луну не отправился, ни на Божию не изучил. Это, Субхану, человек должен возвращаться к своей религии. Аллах, Субхану, повелел это. Также, то есть, человек, даже если был бедным, будучи многобожником и так далее, Аллах, Субхану, непременно говорит, что, то есть, и так же, если он был в страхе, Аллах, Субхану, непременно заменит этот страх ему, что? Безопасностью. А тот же, кто сделает наоборот, то есть, был подчиняющимся, Аллах, Субхану, начал грешить. Был единобожником и стал многобожником. То есть, и такой человек, ему все изменится, и это будет ему истинным воздаянием. И знаешь, что твой Господь никогда не совершает несправедливость к мусульманам. То есть, Аллах, Субхану, в четвертом хадисе говорится о чем, что Аллах, Субхану, когда помог мусульманам одержать победу в битве при Хунейне, Аллах, Субхану, дал много трофеев из имущества хавазин мусульманам. Ведь тогда, то есть, эти все проблемы, которые были между мекканцами, ахляттаев и так далее, то есть, решили с тем, что Аллах, Субхану, собрал их в этой местности Хунейн. Была битва, и они что? То есть, победили мусульмане и забрали. У них все. То есть, и Аллах, и пророк Али Са Цам, то есть, сразился из них с тех, кого сразил. То есть, захватили в плен их женщин, их детей, или же их потомков, и так далее, их имущество, и так далее. Все это было захвачено мусульманами. То есть, и было много имущества, много верблюдов, много, то есть, другого, то есть, скота. То есть, и Аллах, и посланник, Али Са Цам, тогда, то есть, дал многим, то есть, из главенствующих в этих армиях, дал им, то есть, какие-то имущества, они только-только были принявшими ислам. И он желал этим самым, что склонить их сердца к исламу, чтобы укрепить их, и укрепить их на исламе. И чтобы, то есть, они были, то есть, крепче этим, там, то есть, и дал он, то есть, как я сказал, вожакам племен. Потому что Аллах, Субхан Талли, во-первых, дал им, в принципе, то есть, они имеют право на часть трофеев, так как они участвовали в этой битве. Также они являются кто? То есть, те, чьи сердца мы желаем склонить этим самым, поэтому они заходят еще и, то есть, среди тех, кто достоин заката. То есть, и дал некоторым, он по 100 верблюдов. То есть, Акра Абн-Хабис, который был вожаком племени Бану-Тамим. Хорошо, то есть, он дал ему 100 верблюдов. Также, то есть, Ата Ауейна Абн-Хысн, который был Раис-Фазара, то есть, Бану-Фазари, который, то есть, это кто? Ауейна был их вожаком. Ауейна Абн-Хысн, ему тоже дал 100 верблюдов. Аббас Ибн-Мирдас, Раис Бани-Сулейм, Аджамаат Ахарин, то есть, также Аббас Ибн-Мирдас, который был, то есть, Бану-Сулейм, Ас-Сулейми, и другим, то есть, дал столько. То есть, он для того, чтобы склонить их, хорошо, то есть, или же, то есть, укрепить их на этом, дал им столько. То есть, некоторые люди, в чьем сердце было лицемерие, сказали, поясни, этим самым не было здесь, то есть, это несправедливая дележка. Говорит, что не было этим, то есть, не желал он этим самым, лика Аллаха, то есть, как будто пророк, не желал, а тем самым, лика Аллаха, то есть, этот скверный человек, что имел в виду, что пророк, несправедлив был. То есть, когда об этом услышал Абдулла Бану-Мас'уд, он сообщил об этом пророку, то есть, пророк Абдулла Бану-Мас'уд рассказал эти слова, настолько разгневался, что его лицо покраснело, то есть, как будто красная краска его намазали, настолько он был недоволен. То есть, кто будет тогда справедливым, если несправедлив, по вашим словам, Аллах, его посланник. В другой версии хадиса говорится, то есть, ты в страшном убытке, ты в страшном положении, если я несправедлив. То есть, говорит, горе тебе, кто же будет справедлив, если я несправедлив? Ты в страшнейшем положении, если я несправедлив, говорит пророк Абдулла Бану. Затем сказал посланник, то есть, имелецу пророка Аллаха, То есть, ему досаждали еще больше, но он проявлял терпение. То есть, имел в виду, что сам посланник, то есть, мне пример в тех пророках, которые были до меня, и действительно им досаждал их народ, и они проявляли терпение. Ведь даже Аллах, обращаясь к пророку, сказал, что проявляли терпение, так как проявляли обладающие твердой решимостью из числа посланников, которые были до тебя. Это кто у нас? Пять человек. Кто знает их? Еще? Только один сегодня, что ли, отвечает? Нух, Нух, Муса. Сначала давай по порядку. Нух, затем кто? Ибрахим, затем Муса, затем Аиса, затем Мухаммад, алейхимус салату ассалам. Каля Субхана, то есть, Аллах Субхан Тарас сказал, «Васбир ли хукме Раббика, фаиннака би айюнина». То есть, проявляй терпение, то есть, к повелениям твоего Господа, или же, то есть, к предопределению твоего Господа, ведь мы видим тебя. Ква каля, васбир вамасабрука, илля билля, проявляй терпение, и поясни твое терпение только лишь ради Аллаха. То есть, таким образом, Аллах Субхан Тарас заповедовал ему, проявляя терпение, то есть, по отношению к этим скверным людям, к их досадам, то есть, то, что они досаждают ему и так далее, то, что они его оскорбляют, описывают чем-то и так далее. Говорит, то есть, и это не является чем-то новым, ведь те, кто до него были из числа пророков, им также досаждали, не веровали и так далее. Посмотрите, Иису вообще пытались убить, Субхан Аллах. Из его же близких сподвижников мало кто его поддержал. Когда Муса нуждался в поддержке своих сподвижников так же, что большая часть из них отвернулась от него. Но не сделали так сподвижники посланника Аллаха Мухаммада, алей салату ассалам. И поэтому неудивительно, что такое случается после того, что мы знаем из прошлых общин, что они то сделали со своими пророками, посланниками, что случится с этой общиной, то, что с пророком алей салату ассалам ему будут досаждать. Это неудивительно. Это не является удивительным. Поэтому, если посланники, если посланники, они являются лучшими людьми, то есть некоторые скверные люди, они оскорбляли их, выдумывали им какие-то прозвища и так далее, то как может тот, кто после них надеется, что он спасется от этого? То есть как ты желаешь призывать к истине, к истине, точнее, действительно призывать ко Всевышнему Аллаху Субхану Ассалам, к сунне посланника Аллаху Субхану Ассалам, чтобы тебя не называли хариджитом, и другие не называли тебя мурджитом, другие не называли тебя мудхалитом, четвертые не называли тебя джамитом, пятые не называли тебя халабитом, эти не называли тебя муатазилитом, эти муджасимом и так далее. будут называть тебя разными словами. И никто не потрудится объяснить, почему, где, как-то привести тебе доводы и так далее и тому подобное, что просто сказал и ушел. Сказал и ушел. Как это делали? То есть, как мы говорили с вами на уроке Тафсира, так или так. Говорили наиглупейшие высказывания, которые вообще никаким образом к тебе не относятся или же не относятся к Исламу или посланнику Алиса, о чем мы говорили. И вместе с этим никто не проверял. Более того, те, кто заявляли и те, кто слышали, согласны, не согласны, все понимали, что это ложь. Все прекрасно понимают, все знают, что это ложь. Что это просто оскорбление. То есть, не желается этим действительно разъяснение, заблуждение или же еще ошибки и так далее. Просто вот лишь бы сказать. И это то же самое, что происходит сегодня. Аллаху Муссану. Это всего лишь некоторые мы повторяем среди людей. Даже Господь, Субханаллах, не был обезопасен, то есть, если так можно сказать, от своих рабов. Даже они, Субханаллах, говорили про Господа. Про Всевышнего Аллаха, Субханаллах, сказали. То есть, даже, есть такие люди, неверующие, атеисты, несправедливые, то есть, хорошо неверующие и так далее, которые, то есть, не веруют в сообщения от Аллаха, Субханаллаху Муссану, не веруют в посланников и говорят, что это все является ложью. Поэтому никто пусть не надеется, что он будет обезопасен в этом, на этом свете. Обязательно будет то есть, что-то подобное приключаться с ним, то есть, обязательно. Поэтому пусть проявляет терпение и надеется на награду. И поэтому пусть он просит у Аллаха, Субханаллаху Тааллаху, то есть, от Тауфиq, то есть, успех, и также помощь, и пусть проявляет усердие в подчинении Аллаху, Субханаллаху, посланнику, пока не встретится со своим Господом, то есть, пока не умрет. Поэтому пусть ни в коем случае не думает, что он будет в безопасности. Обязательно что-то с ним приключится, обязательно ему докучать будут, досаждать те, эти и так далее, и тому подобное. Неважно, будь то его соседи, близкие, родственники, друзья и так далее. То есть, это что касается слов Ибн База.